День голосования по поправкам в Конституцию могут объявить выходным. Вообще, россиян в ближайшее время ждут две коротких рабочих недели. На российско-абхазской границе начался сезон мимозы. Оформлена первая партия 150 килограммов цветов. Бесплатно и удобно. Все подразделения Центра медицинской профилактики Сочи переедут в одно здание. Кого больше – мальчиков или девочек, свадеб или разводов – об этом интервью руководителя ЗАГСа. Общенародное голосование по поправкам в Конституцию может пройти 22 апреля, а этот день могут объявить выходным. Об этом интерфаксу сообщил источник, близкий к рабочей группе, которая обсуждает и готовит поправки в основной закон. 22 апреля обсуждается как дата проведения голосования, в том числе в рабочей группе, но пока решение на этот счет не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее называлась и другая возможная дата голосования – 12 апреля. Между тем, россиян ждут две сокращенные рабочие недели. В связи с празднованием Дня защитника Отечества будет три выходных дня с 22 по 24 февраля. Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник – 24. Еще три нерабочих дня напоминают в рост труди ожидают россиян в марте – с 7 по 9 марта. Страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня. После длинные выходные будут только в мае – с 1 по 5 и с 9 по 11 число. В Госдуме предложили отрегулировать цены на квартиры эконом-класса, чтобы повысить рождаемость в стране. С таким предложением к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву обратился депутат Евгений Федоров. Депутат предложил ввести норму, согласно которой застройщик не сможет продавать квартиры в новостройках эконом-класса по цене более чем наполовину, превышающей себестоимость, сообщает сайт Russia Today. Себестоимость жилья будет варьироваться, но наценка застройщика станет фиксированной. Это, по мнению депутата, позволит повысить доступность жилья для граждан, а соответственно и повысить рождаемость. Кубанские новобранцы смогут выбрать подразделение, в котором хотят служить. Такую привилегию получат победители региональной программы «Лучший призывник». Об этом губернатору Вениамину Кондратьеву рассказал военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов. Изменения в грядущей призывной кампании, а также итоги прошлогодней, обсудили в ходе рабочей встречи. В 2019 году в армию из региона отправились 12 тысяч молодых людей. Итог прошлого года, он был, я бы сказал, уже убительным с точки зрения и качества, и количества призывников, которые были призваны на военную службу. Самое главное, что это самый высокий результат в стране – 12 тысяч призывников. 565 казаков для нас тоже очень принципиально важно. В самом деле, это показатель и спортивной подготовки в крае, в целом отношение к физическому здоровью. И я рад, что сегодня наши призывники, они востребованы в вооруженных силах России. Мы нашли понимание во всех структурных подразделениях, своих военкоматах, муниципальных образованиях. И хочу сказать, что динамика действительно хорошая. Годность повысилась на 1%. 82% в Российской Федерации – один из самых высоких показателей. Ведущие места по количеству новобранцев край удерживает уже не первый год. Такие результаты стали возможны в том числе благодаря слаженной, допризывной работе местных властей и районных военкоматов. Александр Кузнецов передал главе Кубани грамоту от командования Южного военного округа. «Командование Южного округа награждает именно не меня, не вас, а администрацию государственного края за итоги 2019 года в боевой мобилизационной готовности. Это важно для нас, потому что здесь вопрос не в грамоте, а в том, что сегодня то, что мы делаем, нужно в первую очередь армии. Мы делаем большое, важное, огромное дело, вносим свой вклад в Краснодарский край в обороноспособность нашей великой страны. Это очень важно. И мальчишки, которые, мальчишки, да, пока они еще присягу не приняли, ничего мальчишки, но когда они принимают, это настоящие солдаты, которые, я уверен, смогут выполнить любую задачу, потому что это мальчишки из Кубани. На самом деле молодежь Кубани, она качественно подготовлена к службе, они не уходят и не убегают от почетной обязанности служить в армии. И мы делаем все, чтобы молодежь была готова к службе в вооруженных силах России. Кроме того, на встрече обсудили работу военкоматов с семьями призывников. Созданы специальные группы, которые следят за судьбой солдат и сообщают родителям об условиях их проживания и любых возникающих проблемах. В регионе уже готовятся к весенней призывной кампании. В нынешнем году отдать долг родине должны как минимум 11 тысяч новобранцев из Краснодарского края. Представители региональной общественной палаты войдут в экспертные группы по нацпроектам. Сформировать их уже в апреле предложил губернатор Краснодарского края на пленарном заседании организации. По словам главы региона, деятельность общественной палаты стала отражением жизни в крае. Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня у общественной палаты есть все возможности, чтобы влиять на деятельность органов власти. Мы говорим не только о том, что сегодня мы удержали экономику, мы сделали реальные шаги к развитию экономики нашего края. А теперь важно, чтобы вот эти результаты развития мы трансформировали в реальные результаты в жизни. Вот что сегодня важно. А это уже все вместе. В том числе и контроль за десятками миллиардов рублей, уже десятками миллиардов, которые выделяются на реализацию многих, в том числе и социальных проектов. Вы наши коллеги. Все мы вместе коллеги. Поэтому я здесь не вижу, Люба Фикторовна, никаких препятствий, вообще препятствий. Бюджет есть края. Мы его ходить за ним в полной росписи. И вот на стадии только деньги предусмотрены. Включайтесь. И такой прозрачный, совместный контроль, он может быть, позволит нам еще больше достигать результата. В рамках контроля за реализацией того, что мы пообещали людям. Также среди вопросов повестки дня подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне и работа наблюдателей на выборах. Общественная палата существует в крае уже 6 лет. Она занимается поддержкой социальных инициатив, а также оценкой проектов краевых законов. В прошлом году было исследовано 208 проектов нормативных актов и внесено 22 замечания. По инициативе губернатора в прошлом году районные общественные палаты созданы в каждом муниципальном образовании края. В Сочи памятную стеллу героям хостинцам, погибшим в 1941-1945 годах, перенесут в парк «50 лет победы». Сейчас мемориал находится у входа в сквер культуры и отдыха. Местные жители ежегодно проводят здесь патриотические акции. Однако в связи с тем, что территория вокруг памятника небольшая, места хватает не всем. Сочинцы обратились к главе Хостинского района Павлу Клопотовскому с просьбой перенести монумент в парк «50 лет победы». Он находится недалеко от мемориала. Инициативу поддержал и мэр курорта. Алексей Копайгородский отметил, что решение жителей и их просьбы – основополагающие в работе власти. И дал поручение перенести памятник к концу апреля, чтобы 9 мая все желающие могли возложить к мемориалу цветы. Также мэр отметил, что к 75-летию победы памятник воинам-хостинцам отреставрируют. Обновят доску с именами погибших солдат. Также в парке установят новую уличную мебель и дополнительное освещение. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Краснодарский край Начнет первый этап по раздельному сбору пластика. 1 июля заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Край перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2020 года в регионе началось постепенное внедрение раздельного сбора мусора. Губернатор подчеркнул, что в зоне особого внимания находятся курорты. В некоторых отелях и гостиницах края уже установили контейнеры для разных видов отходов, которые затем отправляются на переработку. И это важная часть мусорной реформы. Уже с 1 июля в регионе начнется первый этап по раздельному сбору пластика. Для этих целей в перспективе на территории края планируется построить перерабатывающие заводы. Также Кондратьев отметил, что в следующем году в программу внедрения новой системы планируется включить сбор органических отходов. А с 1 июля 2022 года ввести систему разделения мусора уже по четырем направлениям. Пищевые отходы – стекло, пластик, бумага. Во всех муниципалитетах края будут оборудованы специальные контейнеры разного цвета для каждого вида отходов. При этом сетчатые контейнеры для пластика уже установлены во многих станицах и городах края. В том числе и в городе Сочи. А на российско-абхазской границе начался сезон мимозы. На таможенном посту оформлена первая декларация на 150 килограммов душистого груза. В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше, чем обычно. А первые партии акации серебристой, так правильно называется мимоза, стали ввозить уже 3 февраля. Ввозят как небольшими букетами в личных целях, так и коммерческими партиями. Для ускорения таможенных процедур в отношении коммерческих партий товара применяется упрощенный порядок декларирования. Основные поставки мимозы традиционно идут с середины февраля до первых чисел марта. В этом году таможенники ожидают почти 150 тонн желтых букетов. В прошлом году из Абхазии было ввезено порядка 100 тонн мимозы. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 11 февраля 1945-го советские войска прорвали оборону немцев у реки Одер. За 4 дня наступления войска 1-го Украинского фронта продвинулись вперед на 60 километров и расширили прорыв по фронту до 160 километров. Этим маневром бойцы обеспечили переправу через Одер основных сил. Советские пехотинцы и танкисты окружили крепость Штейнау. На подступах к ней противник возвел 60 железобетонных многоамбразурных дотов. В самом городе немцы превратили здания в сильные узлы сопротивления. Тем не менее, гарнизон Штейнау не устоял перед советскими войсками. В города Латвии возвращается мирная жизнь. Большая площадь города Бауска снова стала рыночной на радость крестьянам. Ведь в три с лишним года фашисты запрещали рыночную торговлю сельхозпродуктами. В эти дни Советский Союз протягивает руку помощи Варшаве, посылает 60 тысяч тонн хлеба и других продуктов голодающим жителям. Цитата из польской газеты «Польска-збройна». Мы не забудем этих вдвойне ценных подарков братских народов. Мы сумеем их надлежащим образом оценить. Сочинцы могут обсудить наболевшие вопросы с руководителем городского следственного отдела. 20 февраля в 15 часов Петр Косенков проведет личный прием граждан в Хостинском районе по вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета России. Прием пройдет в следственном отделе по Хостинскому району. Он находится по адресу улица Учительская, 26. Предварительная запись ведется в самом следственном отделе и по телефону 262-8258. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. В Краснодарском крае родилась первая в этом году тройня. Тройняшки и два мальчика и девочка появились на свет в краевом перинатальном центре Краснодара. Вес каждого малыша около полутора килограммов. Мама и папа детей из Новокубанского района. Родителями они стали впервые. А еще в 15 семьях края с начала года родились двойни. Ну а за этот месяц в регионе появились на свет более 1300 детей. Что интересно, мальчиков и девочек почти поровну – 671 и 659. И точно такая же статистика в городе Сочи. Начальник ЗАГСа Центрального района города Татьяна Бурова в интервью нашему каналу рассказала, что в Сочи в последнее время девочек и мальчиков рождается поровну. – Удивительно, просто 50 на 50. Мальчики перевесили только буквально два мальчика, которые больше мальчиков, чем девочек, на два мальчика. – А раньше как было? – Вы знаете, наверное, шло предыдущие было много девочек. Потом вот с каждым годом как-то так оно выравнивалось. И вот сегодня, прямо 20-й год, будем так говорить, 19-й, серединочка. И мальчики, и девочки. Всего же в Сочи ежегодно на свет появляется более 7 тысяч малышей. Цифры стабильные уже несколько лет. Ну а вот количество разводов растет. В прошлом году в Центральном отделе ЗАГС было заключено порядка 2800 браков и оформлено около 1100 разводов. Также в интервью Татьяна Бурова расскажет, много ли сочинцев приходят в отдел, чтобы поменять имя и фамилию, и сколько лет ЗАГС обязан хранить документы. Следите за эфирами. Интервью с начальником ЗАГС Центрального района выйдет в эфир в рамках программы «В курсе» на канале ВКТ на следующей неделе. Также его вы сможете посмотреть на нашем канале в Ютьюбе «Говорит Сочи». Все подразделения Центра медицинской профилактики Сочи переедут в одно здание. Центр будет располагаться в бывшем здании второй больницы на улице Виноградной. В нем можно будет бесплатно пройти обследование на наличие различных заболеваний, подробно узнать о здоровом образе жизни и избавиться от вредных привычек. Прежде отделения Центра находились на базе разных поликлиник-курорта. Благодаря помощи Краевого Минздрава на шести этажах нового здания хватит места для реализации всех направлений. Это Центр здоровья для взрослых и Центр здоровья для детей, где каждый сможет пройти ежегодное обследование и оценить риски развития заболеваний, а также отделение спортивной медицины, лечебной физкультуры и медицинской реабилитации. Помимо этого, на базе Центра работают школы здоровья, кабинет помощи при отказе от курения, кабинет медицинского психолога. В Центре здоровья можно пройти такие обследования, как скрининг-оценка уровня здоровья, экспресс-оценка состояния сердца, скрининг сосудов, анализ общего холестерина и уровня глюкозы в крови, детальная оценка функций дыхательной системы, осмотр стоматолога. Все обследования в Центре здоровья бесплатны при наличии паспорта и полиса. В Центре здоровья для детей после обследования врач-педиатр сможет составить для ребенка индивидуальный план по здоровому образу жизни. В нынешнем году планируется открыть еще несколько программ для сохранения здоровья сочинцев. Подробнее обо всех услугах можно узнать по телефону горячей линии Центра медицинской профилактики. До встречи в эфире. Субтитры предоставлены мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. «Сезоны» Субтитры предоставлены мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Субтитры создавал DimaTorzok